Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые радио, телезрители и ютуб-пользователи! Мы находимся в центре Сан-Гейтс, меня зовут Майкл Мелехов, и сегодня у нас такая необычная встреча в Google Hangout. Встреча эта посвящена астрологии. Ну и поскольку это посвящена астрологии, то у нас, соответственно, в этой комнате, которую вы видите на экране, пока что вы видите телевизор, сейчас появятся наши профессионалы-астрологи, Василина Мицкевич, всегда дамам вперед, и профессиональный астролог Андрей Бухарин. Дорогие гости, дорогие друзья, здравствуйте! Здравствуйте, приветствую всех! Да, рады вас видеть, рады вас слышать. Буквально вчера мы провели, то есть мы сегодня поговорим, естественно, об астрологии, поскольку, так сказать, тема у нас такая. Это первая передача, которая предваряет регулярные, скажем, такие программы, не просто радиоэфир, который мы обычно делаем, который все видят и слышат. Это все останется. Но вот было мнение о создании такой программы, закрытой, полузакрытой, открытой, где желающие могут прийти в эту комнату, задавать свои вопросы, задавать свои комментарии. Мы специально не делали никаких анонсов, то есть это будет открыто, сейчас эта программа будет открыта, и все могут ее посмотреть, о чем идет речь. Так вот, мы будем говорить об астрологии с элементами обучения и даже с консультациями какими-то. Но давайте мы с чего-то начнем, а начнем, как появилась такая наука, как астрология, является ли она действительно наукой, и почему ее называли лженаука. То есть, ну где-то вот в 500 каком-то там году был император, который решил о том, что это все плохо, неправильно, и об этом как бы знать не надо. И вот после этого начали астрологии предавать анафеме, инакомыслящих сжигать на костре и так далее, и так далее. Вот ваше мнение по этому поводу, и опять же, когда это все возникло, потому что есть точка зрения о том, что мы с Василиной беседовали несколько тысяч лет назад, 2, 3, 5, 7 тысяч. Но вообще-то говоря, есть упоминание о том, что астрологические вычисления, и причем очень и очень точные, возникли гораздо раньше. Ну давайте мы начнем, наверное, с Василина. Василина, вам слово. И нам нужны факты. Астрологи, как правило, опираются на факты и числа. Ничего не домысливают, ничего не придумывают. И у нас на сегодняшний день нет конкретного числа, когда же родилась астрология. Но понятно, что переданы астрологические знания нашей цивилизации были именно тогда, когда на нашей планете проживали две расы. То есть упоминание о первой, предыдущей, вернее, расе у нас есть и в Священном Писании, и во многих других текстах. Но когда проживали те люди, и уже наши люди появились, обыкновенные, вот как мы сейчас, ну это более 7 тысяч лет назад. А уж цифру там в миллионы лет, может была про цивилизация, вторая, третья расы. Но астрология передалась нам от предыдущей расы. И они проживали вместе с нашей расой, но, к сожалению, видимо, их организмы не смогли адаптироваться. Поэтому люди предыдущей расы знания передали по возможности и покинули нашу планету. Либо просто вымерли. Как мамонты? Цифру назвать я не могу. Могу сказать, что больше 7 тысяч лет. Может, наверное, больше 7,5 тысяч лет. Понятно. А Андрей, Андрей Бухарин, пожалуйста, вам слово, как вы считаете? Скажем так, по срокам, тем, кто на каждом году я прошел, тоже такая многоприсячная, скажем. Я считаю, что астрология, официальная точка зрения, что астрология, где-то там 4,5 тысячи лет, это аргументируется найденными глиняными табличками в Бабилоне, в Шумерах, в этих местах. Но фактически есть Египет, колыбель, на сегодня сохраненные пирамиды, в которых, собственно, многие такие тайные тексты написаны. И некоторые из них расшифрованы, в частности, хроники строителей пирамид, насколько мне известно. И суть этих текстов, она говорит о следующем, что порядка 12,5 тысяч лет назад, после катастрофы, которая смыла на Земле предыдущую расу, как я понимаю, она была более высокого роста, в частности, вот, если славится на Табловацкую, она славится на более ранние источники, что человечество было там вплоть до 54 метров роста. Ну, не предыдущие 54, эти великан были, а предыдущие где-то метров 9, потом 18, насколько памятные изменяют, какой-то там средний еще промежуток был, и 54, это самые те, которые были первые. Но они были такие разуплотненные, то есть они не такой плотности, как мы сейчас. То есть тенденция такая, мы становимся более плотными и маленькими, как и в ростном человечестве. Но, разумеется, и мозгов не существует. Представьте себе, человек, гумануя, там, 54 метра, какая голова у него, да, сколько у него серого вещества. То есть, естественно, что он мог производить совершенно другие вычисления. И поэтому многие вещи, которые нам помогают сейчас компьютеры, тогда просто в чём-то испекарихи и гуми. И, в общем-то, вот в этих текстах, там же и сказано, что когда после этого катабизма, который смыл предыдущую цивилизацию, ну, тут считают Атлантов, там, и Малицев, это уже вторично. То есть, была вот такая цивилизация на Земле, она была смыта, мегацунами. И пришли зарождать новую расу, не семь, как написано в печати здесь, а девять белых царей, белых богов. Это такой, очень известный факт. И один из них был Бог Тот. То есть, там были Изида, Нефтида, вот эти Азилис, вот эта вся компания была. И один там был, этой компанией, Бог Тот. То есть, по славянской, скажем, аналогии, это число Бог. И он, собственно, прародитель астрологии, который, то есть, человек, скажем, министр астрологии, скажем, в так сказать, временном правительстве эзотерическом, которое пророждало новую расу на Земле. И он, собственно, обучал людей. То есть, знания были не с позиции, как настоящая наука в современное время объясняет, что люди древности, наблюдательные, из наблюдений делали выводы. А наоборот, давать знания, откуда-то сверху, люди древности, скажем, проверяли их своим наблюдением. Вот такая моя точка зрения. Понятно. Ну, давайте теперь я чуть-чуть, может быть, выскажу точку зрения восточной культуры, в том числе восточной, возможно, астрологии или ведической астрологии. Ну, во-первых, давайте мы начнем с того, что сейчас Андрей Бухарин упомянул тот, да, тот атлант или гермес-трасмегист, он спускался в залы, были специальные залы, сейчас не будем вдаваться в эти детали, где он омывался, так сказать, в подземном озере, которое давало ему бессмертие, относительное бессмертие, на протяжении очень многих десятков тысяч лет. И он не только принес астрологию, в том числе, да, это было, но это было значительно раньше. Почему? Потому что, если говорить о ведической цивилизации, то она состоит из четырех юг, наверное, многие это знают, Андрей тоже в курсе дела, который называется Сати-юга, Два-Пара-юга, Трета-юга и Кали-юга. Вот мы сегодня, причем Кали-юга, это эпоха полного увядания, полнейшей деградации, этим завершается цикл смены Маха-юга, которая включает в себя эти четыре юга. В сумме, в сумме, эти юги примерно четыре с половиной миллиона лет, то есть миллион восемьсот шестьдесят с чем-то это Сати-юга, потом миллион двести там с чем-то это Два-Пара-юга, Трета-юга восемьсот шестьдесят, где-то четыреста шестьдесят, четыреста тридцать две тысячи лет, это Кали-юга. И это правда о том, что в каждую югу, если мы идем в обратном порядке, то есть если наш сегодняшний рост, ну грубо говоря, два метра, чтобы округлить, или метр семьдесят пять, восемьдесят, не имеет значения, то в каждую передыдущую югу он был в десять раз больше. Поэтому кто это не верит, это элементарно проверит, существует захоронение. Более того, и в Библии это написано, сколько лет жили люди, то есть если мы живем сегодня усредненно сто лет, хотя и сто лет уже сегодня никто не живет, то почему? Потому что Кали-юга началась где-то примерно пять с лишним тысяч лет тому назад и прошло с четырех тридцать две тысячи, четыреста тридцать две тысячи лет, осталось четыреста двадцать семь тысяч лет, после чего будет полное разрушение и идет деградация и уменьшение роста, и уменьшение продолжительности жизни, и деградация мозгов, это правда, к сожалению. Поэтому, конечно, если мы в десять раз увеличим и рост, и продолжительность жизни, то можно представить себе, сколько лет жили наши древние предки, четыре миллиона лет тому назад, и какого они были роста, и какие они были умные. Понятно, что те астрологические, скажем, вычисления, измерения, и все эти астрологи, если взять это как, скажем, какую-то аксиому о том, что это такие, да, может быть, правда, можно представить себе, какие у них были возможности и способности и так далее. Ну, к сожалению, все это дело кануло в лету, уже давно, ну и если мы говорим уже о Гермес Тресмегисте, то это тот Атлант, который, так сказать, последний был, но считается так, опять же считается, что Атлантида погибла порядка 40-45 тысяч лет тому назад. Вот. А до этого, естественно, там разные цивилизации были, одна технократическая, одна, скажем, там, духовная, лемурийская, там, дравидийская цивилизации. Ну, сейчас не будем в это дело уходить и вдаваться в эти детали. Ну, это, так сказать, точки зрения, которые имеют право на существование. И об этом спорить-то нет смысла, потому что, ну, кто-то верит в это, кто-то верит в другое, кто-то верит в Бога, кто-то не верит в Бога. Нет смысла. Мы для этого здесь и находимся, для того, чтобы дать какую-то информацию, как она будет воспринята, это вопрос другой. Андрей, мы говорили, наверное, к вам, поскольку две последние передачи мы провели с проектом «Основание», Василина, руководитель проекта, последняя была только с ней, а до этого был у нас еще специалист этого проекта «Основание», Дамир. И мы говорили о календарях. И календарях, в том числе, о вестейских календарях. Вы обучались в школе у Павла Глобы. Вот, ваша точка зрения на эти календари и о том, что происходит вот как бы сегодня. Есть ли какие-то вот совпадения, циклы, там, другие совсем циклы, там, 32 года, скажем, вот мы беседовали. Конечно, интересно, потому что данные эти, данные как раз, то есть мой календарь, а вестейский, он, ну, в частности, там, сан-Дурьянский искусственный, там, 32, то есть эти циклы, как я понимаю, еще до катастрофы были, то есть которые были еще человечеству, вот, когда еще орбита Солнца была 360 суток. Кстати, откуда здесь 360 градусов? Ну, что это ничего, никто ничего не придумал. Сколько дней Солнце проходило, пока не становилось на то место, где она была, скажем так, в предыдущий раз, проходило ровно 360 суток. Это было довольно недавно, так относительно, если человеческая память до сих пор сохранила. Почему не тысячу, не сто делений, по идее, у нас же десятеричная система тоже присутствует, а именно вот такая, 360, там, вот, какие-то вот такая, странная, скажем, у нас же не, не, там, не 36 пальцев, да, вот, каких-то, у нас 5 пальцев, то есть 10 на руках, 10 на ногах, то есть как бы в десятеричной системе у нас, ну, анатомические показатели, ну, разве что еще можно 32 зуба, да, вот зубы тоже, кстати, они... Очень интересное наблюдение. ...и родовую имеют и прочее отношение. Ну, я скажу следующее мое такое мнение, что я в целом использую, например, характеристики дней по цветовой гамме, то есть вот именно вестийские. Но с позиции, как это проверить, работает ли, нет, вопрос задать такой. Именно с такой категоричностью я не могу на этот вопрос ответить, потому что это все субъективно. Вы знаете, вот сегодня надо темно-красный цвет, там, видите, я вот в нем один. Ну, так есть, но тем не менее, ну, вот, насколько это помогает, либо не помогает, но я стараюсь придерживаться. А, кстати, почему? Опять же, это данные традиции, хотя я, лично я не сторонник непроверенную, скажем, такую информацию, особенно когда ее, ну, скажем, такие ауру, такую лауру, такой традиции, как бы ломаковку такую дают. В случае именно календарные циклы, именно вот дневные, солнечные дни, я вот так использую свою жизнь, если это интересно. По годам вопрос спорный, потому что это субъективная оценка, что, допустим, вот там, условно говоря, филина или какого-то другого, там, авистийского зверя, потому что там другие, кстати, там не вот, не как юпитерианские, вот эта 12-летняя, вот, в китайской традиции, или как точно называют, восточная, там, сатурнянский, вот этот цикл, там, для творческих, таких личностей, для индивидуумов, больше, там, характеристику дает. Но, опять же, субъективно. Хотя, Юпитер, вот, если брать цикл юпитерианский, то есть, вот те, вот, быка, там, козы, там, это собаки, петуха и так далее, это реальный факт положения Юпитера в знак. Цикл Юпитера, ну, почти, там, 12 лет, чуть меньше, 12,8 лет, но, в принципе, 12 лет. А 32-летний цикл старый, вот, сатурном, который, как нас обучали, что был такой, до катастрофы, не соответствует современному циклу сатурна в 29,5 лет. И здесь, опять же, вот, как это проверять, когда, по факту, мы имеем один цикл, да, а описываем годы календаря по циклу другого. Поэтому, я скажу так, что, лично, мое мнение по этому вопросу твоим, так, дипломатично, я отвечу. Понятно, понятно. Андрей, хорошо. Ну, я бы, скажем так, поспорил бы с точки зрения нумерологии, поскольку по нумерологической, ведической, точнее, нумерологии сегодня четверг, четверг – это Юпитер, Юпитер – это оранжевый цвет, а красный цвет – это Марс, это вторник, если говорить о днях недели. Опять же, ну, цифра, да? Значит, ну, сегодня-то 16-е число, вообще-то говоря. Если взять 16-е число, то это, вообще-то говоря, семерка. А семерка соответствует, опять же, в физической нумерологии планеты без массы, которая называется Кету. Вот. То есть, Южный узел Луны, что соответствует, возможно, Нептуну. Ну, давайте мы спросим Василину, она у нас как-то что-то молчит. Василина, вот в свете того, что мы сейчас рассказывали с Андреем, как вы к этому относитесь? Ну, я считаю, что цикл 32, как говорится, имеет место быть. Я уже говорила в прошлой передаче, что 32 число очень интересное, не только в астрологии, но и в математике. При умножении 32 на число Пи получается круглое число 100, при делении 32 на число Пи получается 10. Это мы как раз возвращаемся к той истеричной системе, как Андрей говорил, 10 пальцев и 32 зуба. То есть, это вот какая-то средняя середина человека, одна из его составляющих. Но и цикл 32 все-таки прослеживается, цикл Сатурна в соединении с Плутоном. Каждый раз, вот, получается, просто разные числа. Один раз 37 лет проходит, потом 35, и тут 32 лет доходит. Это соединение. 7 раз повторяется. И каждые 7 лет 32 цикла повторяется. То есть, это именно соединение Сатурна с Плутоном. И либо брать среднее арифметическое этих 7 циклов, тоже будет 32. Поэтому 32 и Сатурн очень связаны, но не соответствуют периоду обращения Сатурна вокруг Солнца. То есть, услышали звон, да не знают, где он. Сатурн, да, согласна. Но не период обращения Сатурна, а что-то другое. Не зря Андрей сказал про зубы, значит, тут как раз-таки тоже собака залита. 32 и зубы, и Сатурн. Все это в астрологии пересекается. Это одни и те же характеристики. Ну, надо копать, может быть, еще больше истины мы найдем. Об этом числе 32. Вот вы знаете, 32 зуба, тут есть очень интересная история. Она, правда, несколько... ну, такая непонятная, странная. То есть, когда-то, вообще-то говоря, в едические времена были люди, когда они верили своим учителям. То есть, вот человек говорит, то есть, эти учителя, они были, так сказать, обличены полномочиями, и люди верили до беспредела. Вот полностью, все, что говорит, то и говорит. Это не к тому, что у нас сейчас выступают астрологи. Мы им без сомнения верим. И все наши радиослушатели и телезрители тоже верят. Ну, вот давайте мы сейчас перейдем. У меня к вам вопрос, дилетантский вопрос. Ну, просто для интереса. Вот период обращения Сатурна вокруг Солнца. Он такой-то. Человек рожден определенного... Еще раз, я по нумерологии упрощенно. Он разден 8-го числа. Восьмерка в нумерологии Сатурн. То есть, он как бы из сатурнианского плана товарищ, с определенными качествами. Пахаря, вот, ну и там много всяких качеств. И он, вот его главная регулирующая планета до возраста примерно 35 лет, это Сатурн. Но в то же время каждый человек вступает в какой-то свой конкретный цикл Сатурна. И как это соответствует тому, скажем, вот подциклы. Вот как это, как это объяснить? Вопрос понятен или нет? Не дослышу только немножко. Андрей, вы дослышали? Ну, я уже отвечал, кстати, ранее на этот вопрос. Ну, давайте еще раз. Я хочу сказать, что вот разная, скажем, астрологическая традиция, если мы сейчас озвучиваем, это вводит в некоторую сумятицу послушать. Потому что нумерологическая, скажем так, база западной, она отличается от восточной. Потому что Сатурн, допустим, в западной традиции это цифра 7, а не 8. Например, то есть единичка, это Солнце, два Луна, четыре Наркории, пять Юпитер, шесть Венера, семь Сатурн, восемь Уран, девять там Нептун, ну, опять же, вот на девять лично астропутальные планеты какие? Ну, есть с точки зрения, что там одиннадцать, двадцать два, тридцать три, такие двойные там цифры, дальше видны, в частности, тридцать три херон и так далее. То есть, ну, может быть, имеет это место, я не отрицаю. Вот, поэтому, вот в этом плане, ну, с Майком не то, что не согласен, а как бы вот мы, если у нас посыл передачи, ну, скажем так, какой-то вот обучающий, то надо бы как-то нам в одном росте идти, чтобы у слушателей не было путаницы, особенно начинающим. Потому что в одном случае мы говорим про один цикл, Майкл, пусть, говорит про лидический. Лидический цикл, кстати, какой? 18 лет у Сатурна, да? Такой. Я прошу прощения, Андрей, я как раз-таки не имел это в виду. Я имел в виду точку зрения просто астрологическую. Может быть, я не так объяснил, как надо было объяснить. То есть, вот, Василина не дослышала, а вы, так сказать, не допоняли то, что я хотел подать. То есть, человек родился, и у него главная планета, к примеру, Сатурн, но есть подпериоды, еще раз я говорю, это уже какие-то технические детали или какие-то вещи, которые у каждого человека свои. Вот, не вступает ли в конфликт вот эта вот вещь, скажем, ну вот сегодня, к примеру, моя жена находится вот в этом цикле Сатурна, который будет продолжаться достаточно долго, но она абсолютно не сатурнианка, будем так говорить. Вот как здесь надо себя вести, как надо жить в этом цикле, поскольку Сатурн, планета, тяжелая достаточно. Я тоже тогда вопрос я не расслышал, я согласен с Василисой не совсем понял, суть вопроса это в чем заключается, если можно... Человек? Человек? Я, наверное, помила, и я попытаюсь объяснить. Вот, давайте. Но начну немножко издалека, но это очень важно. Вообще, в христианской религии есть такое противоречивое и изречение, на которое все вот нехорошо реагируют. Говорят, что ребенок рождается уже грешником. То есть есть такое, я думаю, вы все слышали, и некоторые даже возмущались, как это так, ребенок уже грешен. Так вот, именно с момента рождения уже в судьбе каждого цикл Сатурна ощущается, и никуда мы без него не денемся. Каждый шаг, каждое мгновение мы концентрируем внимание нам нужен Сатурн. И задача Сатурна как раз-таки в том, чтобы все эти конфликты разглаживались, какими бы они ни были, какие препятствия он не создавал, сложные. Всегда Сатурн победит Юпитер в любом случае. Именно система преодоления, умения концентрировать внимание, в каждом возрасте все это улучшается, и всегда нас преследует Сатурн. Можно так сказать. В любом жизненном периоде. Нельзя сказать, что в какой-то жизненный период цикл Сатурна отсутствует. Вот, например, в моей супруге столько-то лет, и она попадает в цикл Сатурна. Ну, а до этого как? Она жила без Сатурна, что ли? Обязательно он каким-то образом действовал, корректировал ее судьбу? Обаловь, я дослышала, услышала я. Да, я как раз это и хотел спросить, потому что бывают циклы, подциклы, ну вот, к примеру, это ведическая правда система, опять же, астрология, я не пытаюсь ввести сумятицу и, скажем, цифры с планетами и так далее, разная подхода. Нет, я, к примеру, был в по-ведической системе в 18-летнем цикле планеты Раху с 80, с 96-го года, с 96-го года, то есть в 2014-м году она закончилась, но это я был в цикле таком или под цикле моей жизни этой планеты, тем не менее я не рожден под планетой Раху, и Раху у меня нету в моих, скажем, гороскопах главные планеты, которые там стоят и так далее, но вот попал я в этот цикл. Вот это я имел ввиду, когда человек попадает в какой-то подцикл и мы же попадаем в разные, скажем, в течение жизни. Вот как это корректироваться, корректировать, и надо ли это корректировать, и надо, как себя вести именно вот в этом подцикле, которое могут не благоприятно отражаться на жизни человека, на его здоровье в частности и так далее. Понятно. Дело в том, что нужно себя вести правильно не, когда подходит этот временный период, а весь цикл, всю жизнь. Вот сколько ошибок вы нас завержали в прошлой жизни, вот просто вы получите в этом цикле, как бы вы не каялись. Но единственное, что можно делать, это, конечно, их исправлять изо всех сил, но если 10 лет или 18 лет ты совершал эти ошибки и вдруг ты решил, ага, я попал в этот цикл Сатурна, вот сейчас я буду хорошим. Этот номер с Сатурном не пройдет. Надо быть жить по законам Сатурна все 18 лет. Тогда и мягко, и мягко будет проходить этот период. Правильно, правильно. Имеется в виду вот что. То есть, скажем, человек попал в этот цикл и у него начинаются проблемы со здоровьем. И он пытается, бегает от одного доктора к другому доктору. И никакой доктор не помогает, потому что дело здесь не в докторе, и дело тут не в болезнях каких-то конкретных, а дело совсем в другом. То есть, гораздо более глобальным, будем так говорить. поэтому каждый человек, с моей точки зрения, должен знать всю свою жизнь и все свои вот эти вот циклы, и что они в себе несут. Это я к чему говорю. Когда мы беседуем, мы не можем каждому человеку дать свою какую-то рекомендацию. У каждого человека они свои. Это я говорю к тому, что вот в таких программах, в которых мы сейчас находимся, которые предваряем сегодняшней передачей, мы будем об этом говорить. То есть, взять конкретную, скажем, карту, натальную карту и попытаться ее очень быстренько, коротко проанализировать. Я понимаю, что это не два часа, анализ и так далее. Мы это не можем сделать в течение передачи. Но, тем не менее, у человека могут возникать вопросы. Я полагаю так, что мы можем дать на них ответ. Андрей, я вот это как раз имел в виду, когда я задавал этот вопрос. Не в плане того, что где-то ведическая система не перекликается, только это. Ну, я внимательно слушал. Ну, в принципе, я ничего такого, скажем так, отрицать могу к этому, добавить могу. скажем так, контраргументы. Хочу сказать, что я больше тяготею практически в таком применении. Вот общая фраза про циклы Сатурна, когда человеку неплохо и хорошо, я хочу бы подтвердить какими-нибудь примерами и астрологически аргументировать, почему в настоящий момент человеку плохо именно, ну, например, именно из-за того, что у него там цикл Сатурна. Я понимаю, бывают транзиты Сатурна, когда Сатурн поражает, например, Солнце. И тогда действительно человеку плохо по здоровью, более того, многие из нас уходят из жизни, когда в те годы, когда Сатурн поражает наше Солнце натальное. Вот мы об этих циклах говорим или что вы имеете в виду? Да, да. Этот цикл повторяется каждые 7,5-8 лет, между прочим, не 32 года. длится. Он гораздо быстрее. Каждые 29,5, сколько он прощается вокруг Земли, если мы разделим на 4, потому что 2 квадратуры, одна позиция, одно соединение, то это каждые 7,5-8 лет. И, кстати, этот транзит, скажем, такой быстрый цикл, один из быстрых циклов Сатурна проявляется в партнерских отношениях. Обратите внимание, что очень многие браки распадаются именно 3-8 лет, ну, 7-8 лет вот кратность это идет. Особенно ближе к 8 прожили 8 лет, 16 вместе и так далее. То есть как раз когда транзит Сатурна формирует напряженный аспект к Сатурну гороскопа брака и, скажем так, проверяет на прочность союза. Если союз слабый, то он распадается. Если союз криткий, то выдерживает тот период повышенной турбулентности в период, когда могут быть материальные проблемы в семье, могут быть какие-то непонимания, охлаждения, как правило, потому что Сатурн символизирует собой холод, мороз, одиночество, ну, такое остывание. Вот. И он в эти периоды ну, скажем таки, нелегкие в жизни. Ну, если вот про циклы Сатурна, либо это можно использовать как я добавляю, что о каких циклах речи идет, поэтому хотел бы уточнить, что мы имеем в виду. Мы имеем в виду Фердары, то есть когда хронократоры работают Сатурны, или что вы имеете в виду, можно уточнить? Нет, сегодня мы ничего не... Что под циклами Сатурна подразумевается? Вот 18-летний цикл сатурна, это по аналогии Запада и Фердары, то есть когда пошел период 18 лет, скажем так, сатурнянского периода, ну, например, или юпитерианского или солнечного марсианского, это одно. А если мы говорим о транзитах, так транзит может быть и в детстве негативный, и в старости, когда угодно. Так же, как и позитивный, кстати, я не только хочу плохом говорить, я хочу сказать, что хорошие транзиты Сатурна, они дают карьерный рост, между прочим, помощь влиятельных людей из где-то как описывается Сатурном этих людей исполнительной власти и вообще листарта большого поколения. Так что Сатурн не надо однозначно воспринимать как средневековая традиция описана как большим злом. Он большое зло для ленивых. Это да. Спасибо большое, Андрей. Я как раз таки не собирался вдаваться в детали, я просто у нас первая такая передача неформатная будем говорить так пока. То есть мы ее даже нигде не объявляли. Мы просто на троих сообразили и вышли в эфир. Но я предлагаю и обращаюсь к нашим радиослушателям сейчас просто задавать или давать какие-то свои вопросы, которые мы будем освещать в наших последующих программах, передачах. Если мы говорим о Сатурне, тогда вот все то, что можно сказать о Сатурне, точно так же, как и о других планетах и сказать, допустим, о том, что сегодня вот в феврале месяце 2017 года вот то-то, то-то, то-то. То есть мы планомерно будем переходить с одной планеты в другую и все это скажем применять к сегодняшнему дню, к сегодняшнему нашему миру, в котором мы все живем и больше ничего. Вот я полагаю так, что мы планировали это делать вообще-то говоря, не более чем полчаса, но примерно так, чуть больше у нас все-таки это дело заняло. Давайте мы тогда на этом остановимся и теперь слово выносим эту программу на суд наших радиослушателей, как они считают, хотели бы они участвовать в такой передаче, потому что, повторюсь, передачи будет, не все будут открытые, потому что там будут идти какие-то вещи специфические и это наработки каждого из астрологов, которые он не вправе давать, скажем, в живой эфир, поскольку, ну, это труд и очень тяжелый труд. Ну, спасибо большое, Василина, спасибо большое, Андрей и, дорогие друзья, спасибо вам, что вы были с нами. Да, очень рада была поучаствовать, рада была поучаствовать, благодарю всех за внимание. Всего вам хорошего. Всего доброго вам, спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова